Где можно увидеть карту заражения местности? Какова ситуация на остальных реакторах Японии под нагрузкой, остановленной и по какой причине? Японцы до сих пор никаких карт не предоставляют. Не предоставляют даже никаких сведений об общем составе активности, об изотопном составе активности, которая была выброшена в окружающую среду, мощности излучения. То, что скрывает японская сторона, это просто недопустимо. Даже в наш советский период не было такой формы секретности. Уже где-то через 10-12 дней уже давалась радиационная обстановка по населенным пунктам, уже велась радиационная оценка ситуации по всем нашим территориям. От Волыни до Черниговской и Сумской областях. Везде были выставлены дозиметрические посты, которые препятствовали разносу активности по территории бывшего Советского Союза. Если карты зараженных территорий после Чернобыля, они сейчас доступны всем, на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям они помещены. Кроме того, они являются иллюстрацией к национальному докладу Украины, к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, безопасность будущего. То японская сторона скрывает все. Но если сравнить отношения к Чернобыльской катастрофе за рубежом, ведь тогда и пресса, и власти этих стран просто злорадствовали. Если к Советскому Союзу предъявлялись экономические санкции, то с Японией, как мы видим, достаточно осторожное отношение. Все-таки реактор американский, проект американский, и поэтому санкции придется применять не только к Японии, а придется применять и к Америке. Потому что их реактор оказался несовершенным, системы безопасности оказались недостаточными, предельно недостаточными, легко уязвимыми. И вот то, что это злорадство, знаете, оно не принесло пользы. Наш чернобыльский опыт, пусть тяжелый, такой смертельно опасный, но он не был изучен, не был использован. И то, что не сделали более безопасными свои реакторы, не усовершенствовали свои системы безопасности после нашей чернобыльской катастрофы. А вот в Советском Союзе в течение года реконструкции подлежали и модернизации все реакторы. Причем резко увеличилась система безопасности, наши стали более надежными и по работе, и по эффективности. Система защит, время срабатывания в три раза улучшилась. То есть и всего этого как раз, как мы видим, не учли ни разработчики, ни эксплуатационники Фукусимы-1. Это не только Фукусимы-1. Как мы видим, и в Европе точно такое же какое-то поверхностное отношение к безопасности атомной станции.